Доброе утро! Сейчас еду Мне нужна справка для прав Думала, что на себя надеть? Вот как-то так оделась На каблуке Как-то вот сразу одеваешь каблук Немножечко и сразу же такая Беру вас с собой Вообще Кристинка дома И мне сейчас нужно быстренько справку сделать И вывод фильма идет дома И сразу опубликовать видос Сегодня, кстати, продолжаются съемки Холостяка, мне сказали вечерком Могу приехать Но я такая вся занятая, не знаю Может быть, как-то там совместить А, у меня нет бензина, твою мать Надо Забраться Ну и может быть, кстати, съездить вечерком На Холостяка Вот, у меня осталось 10 дней до конца моих прав И мы едем еще в Питер Вот, вот тут вот Уже накануне Будет отдельный влог, наверное, об этом Едем на мероприятие Ютуберское Было приглашение Мы едем с Кристиной Все уже купили, билеты купили Едем Едем через неделю Летим, точнее, через неделю Я, кстати, не знала Я думала, что Питер Это как и Москва Не, ну понятно, что Питер Находится чуть дальше Но я подумала, что, знаете Одна точка, да И вот, допустим, Москва Там 1200 как-то Ну и примерно там Столько же Только в другую сторону Находится Питер Ну, почему-то у меня так было в голове И в итоге я такая думаю Да что там ночь одну поехать Как мы в Москву едем Когда посмотрела, во-первых Не такой большой выбор поездов И не такой большой выбор даже самолетов Напрямую, которые летят Ценник в два раза где-то выше Билеты все раскуплены Даже за неделю, за 10 дней я смотрела Ехать в два раза дольше То есть там сутки и 10 часов Представляете Вот, например, нам нужно там быть 15-го Это нам на 13-го выехать там, да Или 14-го ночью выехать И ехать ночь, потом день И потом еще мы там будем Хрен знает во сколько Я в шоке Естественно, самое лучшее И самое дешевое получились самолеты Ну, мы взяли, естественно, прямой рейс Какие пересадки Я не представляю Тут вот В общем Немножко я удивилась Не ожидала Что у нас так получится Ну, мы удачно еще взяли билеты У нас получился билет по 3000 Мы взяли Победу Там отдельно нужно оплачивать багаж Там маленькая ручная кладь Только которая замеряется Багаж отдельно Взяла я себе там до 10 килограмм В принципе, он не нужен багаж Просто там девочка будет в Питере Которая пофотографировать может И я хочу взять, ну, несколько одежд Каких-то с собой Ну, в общем, нам с Кристиной вдвоем Одного чемодана хватит Вот Ну, и мероприятия В общем, тоже буду вас брать с собой Интересно В общем, такие планы пока А сейчас нагрелась машина И мы бежим за справкой Ну, все Зашли Сейчас, ну, прошла там кое-какие анализы Заплатила 1500 За справку Кристинка, кстати, делала Когда, она говорит, 700 платила Но у меня здесь Они сами делают запрос В психиатрию Еще куда-то запрос делают Ну, все прошло Быстренько достаточно И все И завтра должна за справкой За этой прийти И надо будет онлайн Через госуслуги Делать заявление Что-то отмечать Я надеюсь, что до отъезда в Питер Я сделаю себе уже Права поменяю Вот Сейчас бегу Скорее вам публиковать видео У нас тут недалеко продают хлеб Сами выпекают Сейчас что-нибудь возьму домой Здравствуйте Да Ой, у меня какой-нибудь хлебушек Прямо все на горячее есть Теплый Ой, еще надо что-то делать Это с шоколадом, да? Да Да, это с шоколадом А что есть с изюмом? Изюм один Ну, и что ли? О, с корицей Слушайте Я даю вам хороший совет Не заходите в магазин А в какой-нибудь Где недешевые цены еще Голодным Я взяла Вот хлеб просто, казалось бы Но там всякие пирожники Еще что-то на 900 рублей Пакет целый взяла Я не смогла удержаться Сейчас мы будем все пробовать Сейчас я вам покажу, что я там взяла Пироженки, круассанчики Киш, блин Хлеб Короче, сначала все началось с хлеба Говорю, дайте свежий хлеб Вот он теплый прям, хрустит И еще вот этот, я думаю Ну, одного мало Думаю, отлично Потом думаю, надо что-то сладенькое взять Взяла Вот эту вот булочку с корицей Потом смотрю, малина Думаю, надо обязательно нам с Кристиной вдвоем Потом киш, говорю, свежий Давайте тоже И все последнее у них уже оставалось У них свежее Все сразу делают Здесь один с овощами Один с чем-то Потом я тебя увидела в холодильнике Говорю, давайте тоже один такой Один такой попробуем Ну, 900 рублей Вот это вот все Охренеть, да? Это вот глаза загребущие по голодухе Отдачи нет Какой отдачи? Какой отдачи ты ждешь от камеры? Штрусить начинаю Кристина готовится к видео конкурсному Да Красавица моя У тебя как будто костюм Мои домашние штаны Это ты подобрала Я приехала в кофе Да, будет конкурс Офигенский Давай, начинай Давай, начинай Я хочу показать девочкам Как начинает Кристина Снимать свое видео Давай Все, давай Это круто Я не снимаюсь Наискосов Потому что Ты сюда не снимаешь Ты в свою камеру снимаешь Ты включила уже свою камеру? Да Все, поехали Мотор Это еще смешно И так всегда, девочки Она сейчас вообще сидела Медитировала 5 минут Что-то бормотала себе под нос К видео готовилась Давай Камера Переходите все На мой канал По ссылочке внизу Реально офигенский Так, Крис, ты на мою камеру Конкурс решила снимать Ну, если ты повернула камеру С той стороны Ты посчитай, меня нет Давай, все, я выключила Ты меня зашил Крис, я выключила Ко мне отнесутся Они серьезно подумают, что я обману Давай Начинай Двойное убийство Они потом посмотрят твое видео И посмотрят, реально ли ты вставила То, что ты здесь сказала Или нет Или ты с ним вырезала все Меня закидают помидорами с яйцами Давай, поехали Лена, у меня еще больше Вообще Давай, давай, давай Я и так не знаю, с чего подойдет Давай, 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 давай Вот так всегда делаешь Сейчас пол видео твоего займет И так Так, я даю тебе еще 30 секунд На своем влоге Давай Пока добрая Я думаю просто 25 секунд Косметика Уходовая Которая действительно классная Давай Я не могу так быстро давать Еще и 15 секунд досталось У меня время идет Ну все, выключайся Да фай, ну поздоровайся хотя бы Блин, как ты здороваешься? Всем привет Да не ко мне Туда, к себе Всем привет С вами Кристина И в сегодняшнем видео Я расскажу и покажу вам Об уходе Сыночка Я вставлю Я вставлю Я вставлю Я вставлю Кто с утра на горшочке сидит? Привет, мои хорошие Ну что, мама Заставила Можно сказать Говорит Иди в общем-то В клинику У нас тут клиника Которая оказывается Детей и взрослых принимает Лор Ну что, у меня вчера вообще Настроение упало Сил не было Я просто вся Из-за того, что этот насморк То есть Суть У меня насморка нет Нос не заложен Но у меня Где-то там по стенке То есть я чувствую Насморк Есть И получается Постоянно втягиваешь в себя И оно отдает уже вот здесь То есть у меня Вот здесь такое давление Неприятно Как бы болит И вот есть мягкие точки Вот здесь На которые нажимаешь Вот И даже больно Ну чувствительность Такая проходит И мне это, короче, не радует А нам, извините Меня в среду Уже через несколько дней На самолет И я очень боюсь Что если Насморк И самолет У меня как-то было, блин Я у мамы уши заложила В самолете Короче, сейчас иду к врачу Что она мне скажет Что пропишет Надо быстро вылечить Как-то Я не знаю Все плохо Я надеялась Что меня примут Запись у них Аж до воскресенья Записано все Там одно окошко На воскресенье было Меня не приняли Сказали, что нет Просвета Очень большая запись И Типа не может доктор принять Она задерживает И так очередь Я говорю Может, надо в свой перерыв Что денег заработать Лишнее, блин Прием 1200 рублей стоит Нет Видите, как Лоры хорошо зарабатывают Лор хорошо зарабатывают Ладно Буду сейчас думать Что делать Просто тут хорошие Вроде бы врачи Не хотелось бы идти Непонятно куда Ладно Сейчас буду думать Расстроилась Я не люблю Когда все не по плану Ставишь ее песню 20 секунд можно Кристинка, привет Вообще-то сейчас Что-то не речь Что-то не речь Да, красиво Ну, когда ты уже успокоишься Вообще, мне сейчас было весело А Селена говорила Как ей тяжело Включилась камера Все поменялось Квардина Да нет Мои девочки Они меня сразу Я сразу Когда с ними общаюсь У меня сразу настроение понимается Поэтому я решила Взять камеру в руки А куда мы сейчас едем? Точно меняемся Это мы сейчас ехали Я говорю А куда мы едем? Сиди спокойно И жди, смотри Ну, куда мы едем? Ну, куда мы едем? Мы едем Расскажи ситуацию Вообще Куда мы едем? И время Поэтому и осталось В выходной день Провести время с пацаном Я думала Она сейчас скажет Вообще Я хотела провести Специально Осталось в выходной Провести время с Селены С моей любимой подружкой Ну, мы с тобой так Будние дни Постоянно вместе Ну, мы не проводим Нормально время Мы не гуляем нигде Мы сидим Монтируем Снимаем Снимаем Монтируем Подожди Вот так Гулять Сама выгляделась Смотрите Какая у нее курточка Она ее изначально Что ты с ней хотела делать? Ничего Носить А что я с ней хотела Не знаю Я ее купила Чтобы носить Я думала Ты ее купила Чтобы повесить И смотреть на нее Нет Носить Так вот Кристина Не в курсе вообще Куда мы едем Только я знаю Все, что происходит И что будет происходить Я всегда Поднадежная защита Мне так это нравится Все поднадежная защита Просто в жизни Не всегда Ладно Давай тебе наводящие вопросы Мы едем сейчас туда Где мы давно не были У тебя на работе Ты по району Вообще не ориентируешься Мы уже вообще В другом районе В торговом центре Мы в торговом центре Как давно были? Целую неделю Две не были В торговом центре Тепло еще было Холодно Ну я имею в виду Холодно Давай дальше То есть Так я совершенно не знаю И я должна угадать Давай сейчас присоединюсь Когда люди Они должны Ну мне хочется Пойти сейчас туда Куда мы не были Мы сейчас пойдем Посмотрим Возможно ли нам Пойти туда Где мы не были Коровой Сто лет Нет Да Мы там тоже давно Не были Но нет Днем Королеве Как-то Потому что Да Моя новая 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 Ну что Ты можешь сказать Театр Теплее Теплее Что тепло С театром Цирк мы уже проехали С театром Кинотеатр Да ты чего Да ты мне уже обещаешь Да не знаю Да я знаю Ну вот сейчас мы пойдем Посмотрим какие там фильмы Там новый кинотеатр открылся у нас Мой брат ходил Говорит там клево прикольно Именно в горизонте Да Я хочу пойти посмотреть Что там идет И Ну вообще почувствовать Захотим мы туда пойти или нет Это ж такое дело Сейчас доедем и передумаем Хорошо Спасибо Кристина сразу увидела рекламу И говорит Я не хочу смотреть девушку Которая застряла в паутине Она боится такие Фильмы Так что если вы хотите ее напугать Пришлите ей в инстаграм Какую страшную видюшку Или картинку Не надо Не надо Ну серьезно И она такая А перед этим знаете что напишите Страшно не открывать И пришлите картинку А я вам потом скажу В следующем влоге Она откроет Посмотрит или нет Любопытство или страх Что победит А ты как думаешь Что победит Я не открою Ах конечно С ржачным смайликом Еще типа страшно А на самом деле Давайте мы не будем знать Точно страшно там Или смешно Спать не будет потом Ладно Мы уже заходим В КЦ КМ ТЦ ТРЦ Чуть недовольна Опять Да я жду Когда ты натрещишься Уже Знаете что Когда я монтирую видео Вселенная говорит Делай покороче Что оно у тебя такое большое Конечно На полчаса видос Слышно полчаса На 15 минут В итоге у нее вышло видео Сегодня еще 10 минут А потому что Я говорю Мужчина 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 Откроем Ну все Теперь вообще не поговоришь Ты вообще ничего не поговоришь Ты как всегда Меня Защемила Да Все Опять без влога будешь Все мне Мне во влог Идем Кристина Говорит Сними свою шапку Ты одела Ее как губ Не шапку А чепчик Чепчик Я говорю Мне нравится Я люблю Когда в торговых центрах Вот так пацаны делают И я так хочу А что я лысая Но мне нравится Тем более Она говорит Ничего у тебя не чешется Там Я говорю Лоб чесался Вот я подняла И все Мы идем До нового кинотеатра Мы зашли Как с какой-то другой стороны В старый кинотеатр Нам надо Натур Кристина Что-то там потеряла Харио пищит Она семечку потеряла В вчерашний день Ты вчерашний день Потеряла где-то под мышкой Это банально Да звучит Я потеряла Очень банально Крайне банально Я потеряла себя Душу свою Вселенную Вообще Я хотела провести время С пацаном Сучка Вот такой у нас Красивый лифт Новое это Это вообще Самый любимый Мой торговый центр Я же говорила Наверное Ой, пошли Крис Пошли На какой нам этаж На второй На третий Не пойму На третий Вот так я Выгляжу Сегодня Гопник Селена И гопник Крис Ты тоже Гопник Поняла? Я? Нет Я Ты да Ярко Ярко Так Видите, как красиво У нас Пошли Мы взяли Два билета На Богемскую Рапсодию Это Честование Группы Квинн Их Короче Путь к успеху Говорят Один из самых Кассовых Фильмов Вот Мне захотелось Посмотреть Он будет у нас Через час Значит мы должны куда-нибудь пойти поесть Да? И кстати цены Очень даже За 280 рублей Мы взяли Ну вот 14.30 Может потому что Это день 280 рублей Один билет Это очень Очень низко Для Нового кинотеатра Вот это Бургер Мы присели с Кристиной В какое-то Необычное место Я заказала себе вина Думаю Все выветрится Потом у меня Еще мы здесь Долго будем тусить Пол бокала Вообще шикарное вино И такой кайфу Бургер С красной булочкой Специально для инстаграма Заказала Именно с красным цветом Здесь курица Вот Сейчас буду кушать Потом скажу вам Как оно В общем булочка Оказалась супер Мега острой Мне пришлось Поделиться с Кристиной И в перемешку С роллами В общем ем И получается не так остро И все спасает вино В общем мы поели Я такая Кайфую Пью вино Если вы посмотрите Уже прошло полчаса А вино как бы на месте Ну так я его пью Хотя мне уже по шарам Мне кажется Дало чуть-чуть Ну сегодня у нас Очень необычный Фильм Очень необычный Фильм Очень необычный Фильм На котором идем Как будто на рок Нарок какой-то Да Мне кажется Так что можно и выпить немного Перед концертиком Красавица Ура Сначала устроим гонки лобстеров А потом сидим А Крис А Крис Заплакала Ты не плакала? А? Поревела? Короче девочки Сейчас я отойду Поняли да какой фильм? Жесть вообще Сейчас расскажу Я сяду где-нибудь Крис Иди сюда Короче Ой блин Здесь мокро Что-то разлили Или помыли Ну иди тогда Иди тогда Не подходи Иди своим зрителям Говори Короче крошки Я Вообще Я так давно не была в кино И на самом деле Меня все так впечатляло Я Ревела Не знаю Не ревела Прям Так чувствительно Все Каждые Не знаю Десять пять минут Это невероятный фильм Я Рекомендую Всем посмотреть Я вообще Не знала Куин Такое Вообще Не знала Историю Как-то не углублялась Никогда Фредди Меркурий Ничего не знала И вот Посмотрев этот фильм Вот так Все Я понимаю Все это на реальных событиях Было И просто Ну Я по таким впечатлениям У меня даже просто Одно От масштаба всего Честно говоря Настолько Все это Мне тронуло И вот Таким Огромным впечатлением Я не помню Когда я последний раз Испытывала Такие эмоции Вообще И Ну Очень крутой Очень Я не знаю Что сказать Я даже думала О том Что я буду вам Говорить о нем Но он Очень крутой Короче Надо все это переварить Я не знаю Во-первых Так любить музыку Во-первых Так жить Понятно Почему Группа Квин И вообще Сам Фредди Были такие популярные Так С ума сводили народ И так Любили их Потому что Так любить музыку Так жить Это вообще Это редкость Это круто Это Ну конечно Понятно Это все чувствовалось Вот Насколько человек Был Неординарный Насколько он Не зависел От мнения Других Насколько он Был самобытный Как он одевался Блин Я смотрю Кто-то может Подумать Да И сказать Вот там Херню на себя Как он напялил Как сейчас иногда В комментариях Пишут Вот мне Да Настолько эти мелочи Все Человек Ну все равно Было Он делал то Что хотел Только такие люди Добиваются На самом деле В жизни Чего-то Которые не идут Не идут Как все Отличаются Своим умом Мнением Короче Просто кают Вход от жизни Просто делают То что должны делать То для чего Они считают Что они рождены И кто мы Такие мелкие Люди Которые можем Вообще Осудить Кого-то Или что-то Что он делает Что-то так Или не так Красиво Некрасиво Вообще Просто Хочется Своё мнение Засунуть куда-то Может быть Это какая-то Звезда Сейчас Сидит Будущее Которая Вот такие масштабы Просто масштабный фильм Масштабы внутри Масштабы Я, короче Я в шоке У меня всё У меня столько эмоций Давно не было Я не знаю Что передать Я просто хочу Чтобы вы все Посмотрели этот фильм И что-нибудь Переоценили Короче Я буду Просто впечатлением Сейчас Я рекомендую Посмотреть Этот фильм Пойду грести Ну что Мои крохи Воскресенье Теперь я иду По записи Хорошо работают 7 дней в неделю Жалко Не 24 часа Так бы я раньше попала туда В общем Иду сейчас Узнавать Насчёт носа Теперь мне Посмотрят Как следует Всё это время Я Лекарства С антибиотиком Ну как-то Я не вижу Особых улучшений На самом деле Никаких Всё равно Хорошо Хоть голова не болит Знаете Бывает Ещё Переворачиваешь Вот так вот И голова Может болеть Типа не можешь Перевёрнутой стоять Сейчас этого нет Сейчас волосы Купала Сушила Не было этого В общем Сейчас выйду И всё вам расскажу Что мне скажут В общем Вышла я Врач Моя любимая Кстати Первая Которая Которая Мы вообще пошли Она такая Лишний раз Ничего не прописывает Не вливает Ну типа Безнадобности Зачем В общем Сказала Что в принципе Так-то Ничего страшного Пока не видно Чего-то Да Но чтобы исключить Какие-то моменты Что скорее всего Может быть Вряд ли Но проверим Вот Послала меня на снимок Вот сейчас Мне надо позвонить Записаться на снимок Дала свой контакт Чтоб я ей потом Снимок этот прислала Так как Время лететь мне Да И нужно что-нибудь Сделать до этого И записала меня На ультразвук Говорит Что Ну Сразу станет легче Там Первые Первые два Ультразвука С какой-то водичкой Мне так страшно Честно говоря Узов Узов Называется Или как-то так Короче ультразвук С какой-то жидкостью Микрораспыления Там будет Мне сразу страшно Я вообще никогда Не страдала носом Я боюсь Говорю Куда там будет течь Все две минуты В один нос Две минуты В другой Я говорю Ты куда там все будет течь Мне в глазку Я буду задыхаться Чем дышать Она такая Да вон Дети делают Успокойтесь Я такая вообще Трусиха Вот Ну пока вроде Ничего страшного Не сказала Говорит Сейчас ничего не пейте Ничего не надо Брызгать лишнего Вообще в нос Вот Сходите сначала Сделайте снимок Ну так что Сделаю снимок Потом скажу Что к чему Наверное Не буду пока Заканчивать влог Вы же должны знать Конец истории С моим носом Что в конце концов С ним Сделали Что за звук такой Такая кокеточка У меня растет Идет коза рогатая За малыми ребятами Дай маму Пальчики твои Поцелуй Пальчики твои Дай маме Дай ручку маме Ай Как-то больно Ручку дам Ай 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 Ну подожди Стой Дай ручку маме Дэнь Ты сломаешь маме Ручку сейчас Я просто хочу поцеловать Успокойся 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 А ты маму поцелуешь? И кинул Маму поцелуешь? Обезьянка моя Обезьяночка Кристину Кристину Вместо меня А я А я А маму А маму Мамочка Мама поцелуешь Горь Ты че Любовь моя Любовь моя Ты че Убежал Ты че Ты кого-то чиновая Такого Меня брать Маму Тебе 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 Маму Маму Ну и ты сходил Сходил мужик Налево Да? Ага Сразу любовь Простую Еще больше В общем, редкие вечера, когда выдаются, когда реально хочется дома посмотреть фильм. Ну, я дома-то за компьютером смотрю все время, его в наушниках тихонечко там, ну, бывает, да? А вот так, чтобы использовать большой телевизор, у нас большой телевизор, вот, я подключила ноутбук. Это, на самом деле, в первый раз мы, наверное, с Кристинкой решили посмотреть фильм. Мне посоветовал любимый фильм Альфа, вот, я вроде глянула, вроде ничего. И сейчас я сделаю чай, а фильм мы будем смотреть, в общем, сейчас все покажу. Кристина жалуется, что... Да, как всегда, блин. Что? Да мы сидели нормально с человеком, она взяла меня, сдвинула. Потому что мне нужно... Мне нужно, потому что, чтобы здесь стоял чай, вот, на детской этой, и я вот буду... Кристина, пошла, представляете, я говорю, сейчас фильм будем смотреть, а сейчас я приду, пошла в ванну, почистила зубы, там уже все, короче, как будто ко сну приготовилась. Кукурузу будем со светофором есть, я сейчас не попробовала. А Кристина зубы почистила, она не будет есть уже все, ни чайки, ни кукурузу. А мы с Денькой будем телек смотреть, и вкусняшки есть, да? Деньки тоже, вкусняшки. Все, выключаем свет, поехали. Смотрим фильм Альфа 2018 года, потом поделимся впечатлениями. У нас будет этот влог, опять со слезами потом с тобой. Это что, я не хочу. Я не знаю вообще, что за фильм, я просто сказала, любимый. Посмотри. Сбережу тебя, Альфа. Доброе утро, мои девочки. Отвела малыша в сад. Все хорошо. Пешком только не хочет идти немножко, прям на руках его несу иногда. Не хочет идти пешком в сад. Но заходит все нормально, не плачет уже, все замечательно. Я уже его в сад сразу говорила, нет, что мы уже без памперсов. Туалетик у меня ходит на горшочек, молодец. Ну, я его высаживаю, конечно, вот каждый раз вот там после, ну, допустим, полтора-два часа разница между туалетиком, да, между сходить. И если, допустим, я его кормлю и даю ему что-то покушать, то после еды там буквально минут через 10 я его тоже высаживаю на горшочек. Он и по большому уже ходил, и по маленькому молодец. Он уже начинает все это дело понимать более активно. Хвалю его, когда он ходит. Хотя я где-то читала, что психолог говорила, что, ну, не надо его хвалить, это, естественно, такие вещи, типа, не надо там радоваться сильно. Ну, хотя для кого-то это метод. Мне также говорили девочки, что метод, чтобы ребенок понял, что это хорошо, что там первый, второй, третий раз его прям хвалишь, прям бегаешь вокруг него, как будто он что-то такое сделал. Ну, совсем по-разному работает все, я бы не сказала бы, что четко, да. Я его там супер не хвалю, что прям прыгаю, бегаю, но и не оставляю этот момент без внимания. Сейчас он в садике, сегодня у нас, как вы помните, рентген, и я надеюсь, что его сразу сделают, чтобы сразу мне моя доктор прописала, что нужно. А, еще у меня в 16.30 этот инфракрасный сделают. Что еще хотела сказать? А, по поводу вчерашнего фильма, я же так вроде и не вышла на связь, Альфа. Ну, интересный фильм, но он такой немножко, знаете, как концовка сделала весь фильм, вот так вот я назвала его, потому что весь фильм смотришь, какие-то вопросы задаешь, что-то как-то где-то там не веришь, где-то это, ну, немножко такое, как бы, события не развиваются там особо сильно, такой текущий фильм. А в конце, ну, пробила прям на слезу, прям, да, когда ты ждешь, ждешь, вот так вот понимаешь, все тяжело, все трудно, уже думаешь, дойдет, не дойдет, и в конце, как бы, развязочка пробивает на слезу. Вот, можно посмотреть один раз, но я люблю более экшн-фильмы. Осталось нам два дня, три дня, сегодня, завтра, послезавтра, мы улетаем в Питер. Ну, все, сейчас буду монтировать, сейчас сделаю себе кофе, хоть попила чай уже, но все равно понимаю, что надо пить кофе. Сейчас попью кофе, буду монтировать видосы, и еще надо снять три видео. Короче, дело по горло. Кто говорит, что блогеры бездельники, это просто люди вообще несведущие и абсолютно не знают, о чем говорят, абсолютно. Я считаю, что блогеры, это вообще, это люди мега-люди, это мега-трудяги, это у кого вообще, у кого есть результат реально. А кто выкладывает видео день через день, но даже, даже кто выкладывает видео раз в день, раз в неделю, это тоже, смотря как там монтаж и все такое, потому что бывает монтаж у людей занимает целый день монтировать, смотря сложность насколько большая, а все это отсними, а это нужно вдохновение, это нужно настроение, идеи, потом все это смонтируй. Это, конечно, это нелегко, кто знает, тот поймет, респект. Ладно, увидимся попозже. Прыгнула в машину, кошмар, такой холод на улице, еще и ветер, я вообще не знаю, как дети сегодня в садике гулять будут. Офигеть, они, может, даже и не гуляли. Уже спят, ну, уже косну их сейчас готовят, я не успела посмотреть, монтировала видео, сейчас выскочила. Еду на снимок, холодно. Кстати, пока есть время, девочка написала мне сегодня, Селена, вот скажи, у меня комплекс, я когда не накрашенная, ну, типа, нет ли у тебя комплекса, когда ты не накрашенная, что, типа, некрасиво там или еще что-то. Я говорю, у меня нет такого комплекса по поводу того, что я не накрашенная. Хотя в детстве его, допустим, у меня мама сейчас тоже почти не красится, в детстве она все время мне говорила, подкрась глазки, подкрась губки, ты такая бледненькая. Она сама раньше красилась ярко, и для нее казалось, что не накрашенная, она даже мусор не ходила выносить, я помню, не накрашенная. Такие есть люди, да. И она такая была, когда черный цвет красила, когда по молодости немного, ну, вот такой у нее, вот такой была установка такая, не знаю почему, и мне она ее навязывала. Я никогда по этому поводу не парилась, потому что я никогда не любила краситься, не помню такого, чтобы я любила краситься, но... И для меня, что накрашенная выйти, что не накрашенная, ну, все зависит от того, как я себя чувствую. Если я внутри себя чувствую прекрасно, ну, какая разница, накрашенная или накрашенная. У меня хорошее настроение, я веселюсь, гуляю, и со мной люди веселятся. Они не говорят мне, о, это не накрашенная страшная, или ведут себя по-другому, когда я накрашенная или не накрашенная. Но я это никогда не замечала, поэтому мне никогда, ну, не парило это. А сама себе я нравилась, ну, то есть мне все равно было. Да, хотелось бы, ну, когда ты накрасишься, конечно, ты такая красотка, такая классная, Но ты же это знаешь, что если ты накрашешься, ты будешь красоткой. Поэтому это внутри где-то сидит и абсолютно не парит. Но мама моя, когда изменила цвет волос, и уже взрослее стала, она тоже перестала по этому поводу париться. И сейчас ее вообще не заставишь ярко накраситься. Она тоже максимум реснички подкрашивает, и то на работу подкрашивала. Сейчас вообще не красится. Губы блеском намазала и пошла. И кайфует от себя, и считает, что красивая. И меня уже не запаривает. Подкрасть губки, то ты бледненькая, то ты еще что-то. Уже и нет такого. Поэтому это дело все, мне кажется, внутри. Конечно, нужно себя полюбить, свою внешность. Ну, я кайфую. Тем более сейчас очень много таких моментов. Ну, не знаю, если молодая, то еще, наверное, мама не разрешит. А вот, например, я татуаж бровей сделала, татуаж губ сделала. Я сейчас вообще каждое утро встаю реально. И я красотка. Я смотрю, я как будто накрашенная немного, подкрашенная чуть-чуть, знаете. И все время в зеркале я все время себе нравлюсь седра. Прям вообще, прям утром смотрю, и все, я уже сама себе улыбаюсь. Потому что губки приобрели цвет такой, розовенький. Брови всегда в восторге, я рада. Ну, а в принципе, цвет кожи или там, допустим, синяки, да, иногда пишут. Вот, например, в машине, да, кажется, что синяки. Вылезла на свет, синяков нет. Ну, то есть это тоже как свет еще падает. У меня хороший свет в ванне. Я рекомендую всем хорошее зеркало и хороший свет. Это вы будете себя любить. Любить. Ну, можно немного перманентного макияжа. Короче, жесть. Вообще, меня ничего не радует. У меня, оказывается, на снимке, в общем, тут это и лобные, лобные, как она сказала, задеты лобные пазухи еще. В общем, у меня с одной стороны там отечность есть. В общем, у меня с одной стороны отечность есть, и она еще, говорит, задействована и лобная пазуха, и мне нужно выпить антибиотик. И еще на Занекс она выписала. В общем, говорит, сегодня же уже выпей 2 раза в день антибиотик 7 дней, а на Занекс 14 дней. И на процедуру эту сходить. Короче, пипец. А этот мне сказал врач, который делал мне снимок, говорит, ой, могут быть болезненные ощущения в самолет. Так, ну сегодня понедельник, вторник, среда, мы в среду вечером летим. Может, за 3 дня будет какое-то облегчение, может, уже не будет. Серьезно так, я боюсь, честное слово. Но давление там может быть очень больные ощущения. Короче, я купила уже все антибиотик, сейчас иду домой, сейчас сразу... В общем, что я могу вам сказать, мои крошечки-хаврошечки. Болеть это плохо. Но мне моя врач написала, что на третий день, может быть, будет результат уже. Ну, обычно как бы результат. Я надеюсь, что в самолете мне не будет плохо. Потому что я не могу отменить встречу. Я, во-первых, на нее настроена. А во-вторых, деньги за билеты никто не вернет. Потому что мы взяли самые дешевые билеты. Там, по-моему, вообще, если возврат будет, то, я не знаю, там, одна десятая часть, наверное. Сейчас выпила лекарства первые. Первый антибиотик вошел нормально. Перед едой написано там лучше его, чтобы не было, как я понимаю, тошноты или еще что-то. Ну, растворяются, когда таблетки в воде. Это я еще могу. Хотя там написано, что можно и такую таблетку. Такая таблетень. А выпить ее вообще нереально. В общем, надеюсь, что все будет хорошо. Возможно, от этого у меня и болела долгое время голова. Потому что у меня, как я поняла, гайморит, легкое течение. Вот. И, конечно, уже лечить надо все это дело. Вот. Такие дела. В общем, о результатах моего лечения вы уже узнаете во влоге про Питер. Сейчас я с вами прощаюсь. Заканчиваю этот влог. Буду монтировать, готовиться к отлету, чтобы вам было что смотреть, как всегда. Переживаю за это. Очень много видео всяких прикольных для вас на дело. В общем, надо сейчас это все смонтировать успеть. Вот. Встреча в Питере. Сейчас сделала пост в Инстаграме. 17-е, 18-е мы будем в Питере. Мы будем в Питере вообще 15-е, 16-е, 17-е, 18-е день вечером улетаем. Поэтому я думаю, что, наверное, нужно в выходной день встретиться. Это, скорее всего, будет ТЦ-галерея. И, скорее всего, суббота. Но какое именно время, я не знаю. Девочки, пожалуйста, кто хочет встретиться, прийти на встречу, заходите в Инстаграм, подпишитесь, пожалуйста. Упало что-то. Подпишитесь, пожалуйста, на Инстаграм, потому что именно там мне будет неудобно это выкинуть в Ютуб. Именно там я, скорее всего, я не знаю, ну, наверное, 15-го, когда узнаю весь список мероприятий, на которые я записалась, и какое время. То есть я записалась на весь список мероприятий, а сейчас у меня нет этого графика. Я написала организаторам, но я не знаю, когда они мне скинут весь этот список. Получается, что, если я сейчас заранее скажу время, когда мы встретимся с вами, допустим, суббота, 17-е число, суббота ТЦ-галерея, и вам скажу сейчас точное время, а у меня, оказывается, в это время будет семинар там. Ну, обычно они там по 2-3 часа идут, но они важные как бы, и поэтому не хотелось бы что-то пропустить. Но там где-то будет окно днём. Или, может быть, какой-то семинар я пропущу, на какой-то я не пойду, может быть, он менее важный, тогда с вами встречусь. Ну, в общем, 17-е число примерно я планирую, но точно будет известно в Инстаграме. Пожалуйста, добавьтесь, потому что я очень хочу с вами встретиться, поболтать. В Питере я ещё ни разу не делала встречу. пофоткаемся. ТЦ-галерея, я насколько знаю, очень красивая, я уже посмотрела фотографии, находится он недалеко от нашей гостиницы, буквально 15 минут пешком гостиница наша в центре будет. Вот, и я бы с удовольствием с вами встретилась. Поэтому, если вы не зарегистрированы в Инстаграм, ну, зарегистрируйтесь ради встречи. Ну, а потом подсядете, будете смотреть. Инстаграм, на самом деле, это плёвая платформа. Я там кайфую. Очень много всякой информации и всего-всего. Надеюсь, мы увидимся с вами. Всё, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok